Северная Корея Центр фотографий имени братьев Люмьер собрал более 70 работ зарубежных и советских авторов, которые побывали в одной из самых закрытых стран мира и теперь демонстрируют серии репортажей. 18 авторов, у каждого своя правда о людях и жизни КНДР. Я хотел показать эту страну через ее архитектуру. Здесь вокруг много таких снимков. Центр фотографий имени братьев Люмьер отобрал те, которые захотел показать публике. С помощью архитектуры я хотел показать, что из себя представляет политический режим в Хеньяне. Все здания принадлежат государству. Город был осознан после войны. В 50-х годах он был полностью разрушен. На его месте было выжженное поле, и новые власти должны были построить все с нуля. Это было начало большого всеобщего объединения. И то мастерство, искусство, с которым была проделана эта работа, невероятно огромное по сравнению с размерами людей, которые все это сделали. Меня больше всего поразило то, что если вы отступите от своих предупреждений, вы окажетесь в обществе, которое отличается от того, например, откуда я рода. Вы смотрите на себя в зеркало и размышляете о том, кто вы, какое общество представляете. Мы не должны отмахиваться от пропаганды, как от лжи и от чего-то несуществующего. Мы видим, что это идеология, и что это часть повседневной жизни, потому что это везде. Это странная и довольно мистическая страна. К тому же в ней настороженно относятся к иностранцам. Не так-то просто получить визу, чтобы попасть в нее, я вам скажу. Особенно, если вы собираетесь там работать в качестве фотографа. Люди в этой стране бывают очень закрыты, потому что вся их жизнь, работа, деньги, цели направлены на процветание страны, ее лидера, власти в целом, на то, чтобы страна была в остатке, и еще больше все стандартизировать. И знаете, это немного шокировало. Невозможно увидеть Северная Корея. Так называется эта новая выставка. Ее авторы решили провести собственные исследования закрытого северокорейского общества. Они обращают внимание на детали, которые трудно заметить невооруженным взглядом. Архитектура, интерьеры, праздненства, портреты, скрытая повседневность. Эти сюжеты рисуют застывшее время, раскрывая темы постановочного и реального, массового и индивидуального. Расскажите, как вы сделали эти фотографии? Я фотографировала. Изъездила несколько тысяч километров. Сделала десятки снимков, собрала очень много материалов в духе пропагандистского искусства. Эта работа сделана из сотен фотографий. Это вовсе не одна обычная фотография, совмещенная со снимками на тему пропаганды. Очень много деталей, многослойный фон. Вот дома где-то, вот трава. То есть тысячи фрагментов составляют такой калаш моей собственной истории. Я пыталась понять цельную реальность Северной Кореи, которая очень многослойна. И вы это видите, если пытаетесь ее понять. Это не так просто, когда весь мир говорит о политике разработки ядерного оружия в Северной Корее. Да, но это всего лишь малая часть того, что происходит. Думаю, продолжая говорить только об одной стороне Северной Корейской реальности, мы забываем о 25 миллионах человек. Экспозицию дополняют снимки, которые были сделаны в годы дружбы СССР и КНДР. В середине второй половины 20 века фотография играла огромную роль в формировании образа дружественной социалистической страны. Такое сочетание архивных и современных материалов показывает, насколько разную роль может играть фотография в отношении идеологии. Возможно, через эти снимки можно прочитать какие-то другие истории, увидеть в позирующих людях какую-то индивидуальную историю, а не только историю государства в целом, в которую она вписывалась. В частности, в архивном блоге у нас представлены фотографии Анатолия Хрупова, и он рассказывал о своей поездке в СССР в 89-м году, что как раз ему удавалось совершенно спокойно гулять по улицам города. Он мог совершенно спокойно ходить, насколько позволял язык жестов общаться. А сегодня все по-другому? Да, сегодня все репортеры и все люди с камерами, и даже туристы, в общем, ходят в сопровождении. В Центре фотографии имени братьев Люмьера выставка «Невозможно увидеть. Северная Корея» продлится до 3 сентября.